Комбинированные гормональные контрацептивы обычно не приводят к увеличению веса. То есть не обнаружено никаких различий, связанных, смотрите, 15, 20 или 30 микрограмм тенил и страдиол. И после 13 циклов у 65-81% изменение веса было в пределах плюс 2 килограмма. Увеличение веса более чем на 2 килограмма наблюдалось примерно в 11%. В то же время как снижение веса на 2 килограмма также наблюдалось в 11%. То есть вот эти 2 килограмма, еще нужно разобраться в чем причина. И поэтому нужно говорить о привычках, о питании, о образе жизни, насколько это физически активно, жизнь или нет, возникло ли повышение аппетита. Вот. И может быть опять здесь существует эффект задержки жидкости в организме и предложить контрацептив, содержащий трост кореном, который обладает антимиралокартикульным эффектом. Серьезные побочные эффекты. Я попрошу вас всех встать. Пожалуйста. Давайте мы сейчас попробуем запомнить то, как мы говорим на базовых тренингах, чтобы легко запомнилось. И повторяем за мной и делаем как я. Резкая головная боль. Проговариваем. Резкая головная боль. Нарушение зрения. Боль за грудиной. Боль в животе. Боль в мышцах ног. Голова, глаза, за грудиной. Боль в животе и в мышцах ног. Садитесь. Слабость в руках или ногах. Отемление лица, рук или ног. Сильная односторонняя пульсирующая головная боль. Сильная боль или отек ног. Внезапная необъяснимая дышка. Ущущенное дыхание или кашель. Боль в молочной железе. Желтуха. Все вышеперечисленные. Они являются симптомами тромбоза. Там дальше уже немножко другие. Например, то, что касается желтухи. Это возможен холестаз на фоне приема комбинированных контрацептивов. Вы уже этот слайд видели. Вот совсем буквально до перерыва. И какие существуют риски венозной тромбоэмболии. Продолжение следует... Продолжение следует...